В эфире первого карагандинского новости. В суде работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. Сегодня в программе. Жители поселка Жайрем против нового Акима. Нам нужен свой Аким. Они своих проталкивают. Разве так можно? В карагандинском регионе продолжается работа по легализации и приватизации имущества. Дни казахфильма в Караганде. В кинотеатре Старжайлау прошли премьерные показы нескольких отечественных фильмов. Жители поселка Жайрем против нового Акима. С их слов, протест обоснован в населенном пункте нет отопления. Тарифы за электричество и воду и вовсе бьют рекорды по области. Из-за отсутствия в поселке противопожарной службы на днях сгорели несколько домов. Не обошлось и без человеческих жертв. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Нам нужен свой Аким был. Свой. Они своих проталкивают. Разве так можно? Такие высказывания в поселке Жайрем можно услышать сплошь и рядом. Ведь с наступлением зимы у сельчан прибавилось проблем. Кроме завышенных тарифов на электричество и воду, у жайремовцев на протяжении 20 лет есть основная беда – отсутствие тепла. Люди отапливаются за счет буржуек и печек. Но, несмотря на их усилия, температура в некоторых домах едва достигает 10 градусов. На наши жалобы чиновники отвечают, что это наша частная собственность. Но мы же не против платить за отопление, если бы нам создали условия как для людей. Они нас за людей не считают. Мы для них как животные. Год назад жители и поселка обрадовали высоким тарифом за электричество. 19 тенге за киловатт. Такую цену приходится платить жайремовцам каждый месяц. Все бы ничего, сельчане уже привыкли к дорогому электричеству. Да вот качество оставляет желать лучшего. Свет в населенный пункт подают с перебоями. Эти проблемы сельчане связывают с бесхозностью аула. Ведь нынешний новоиспеченный Аким управляет поселком из соседнего города Каражал. Со слов людей, его не интересуют проблемы жайремовцев. А подававшего на эту должность кандидата, который знает проблемы населенного пункта, чиновники области почему-то не утвердили. А они его даже в списки не включили. Сказали, что у него там что-то с бумагами неправильно. Хотя у него были подписи от жайремцев. Все было. Они специально это сделали. Давили на наших депутатов, чтобы они проголосовали за Акима Каражала. Со слов жителей, электричества нет и в самом Акимате. А новый Аким, не успевающий войти в курс дела, на все эти замечания сельчан отвечает лишь обещаниями. Все, мол, будет, подождите. Сначала нужно собрать свою команду. А тепло подождет. Сейчас назначаем нового председателя КСК. В некоторых районах жители не могут платить за отопление. Все эти нюансы нужно изучить. Проблемы жайремовцев не перечесть. С их слов, в поселке очень дорогие продукты. Но никому из властей до этого нет дела. Ведь они работают во благо города Каражал. Даже для оформления свидетельства о рождении и других документов людям приходится ехать в город. А автобусы в жайреме ходят чуть ли не по праздникам. Такси в один конец до Каражала стоит 6 тысяч тенге. В Карагандинском регионе продолжается работа по легализации и приватизации имущества. Чиновники призывают население успеть вовремя оформить необходимые документы. Ведь с 1 января 2016 года в Казахстане будет введен новый закон о всеобщем декларировании доходов и расходов. Лица, уклоняющиеся от легализации, поплатятся штрафом 250 МРП. С начала года в Карагандинском регионе было легализовано 255 объектов на общую сумму 3,5 миллиарда тенге. Несмотря на поблажки, в виде анонимности и безнаказанности люди не спешат воспользоваться данной акцией. Всего заявки на узаконивание своих прав подали около 800 человек. Большая часть заявлений поступила из шахтерской столицы. У них 106 объектов легализовано по городу Караганде, 41 – Жасказган, 35 – Тимиртау, 15 – в Бухаржраусском районе, 11 – в Абайском районе. За весь период проведения акции по легализации имущества комиссиями возвращено 467 заявлений, включая 218 жилых объектов и 252 нежилых. Аким области Нурмухамбет Абдебеков остался недоволен услышанными цифрами. Со слов главы региона, неактивность населения в этом вопросе напрямую зависит от разъяснительной работы чиновников. «Когда уже идёт второй год легализации, а у людей документов нет, чем занимаются там эти акимы сельских округов? Чё, лень пройти по посёлку, узнать, у кого там зарегистрировано нет? Это их налогооблагаемая база, ваша в том числе. Работу надо проводить активно». Не очень оптимистично обстоят дела из приватизации недвижимого имущества. Население региона не спешит покупать на торгах объекты приватизации и вкладывать в них деньги. Между тем, в скором будущем в области будут приватизированы 50 объектов. «По некоторым из которых проведены по два тендера. Однако, по итогам проведенных тендеров, организация не реализована по причине отсутствия заявок на участие». Нурмухамбет Абдебеков раскритиковал чиновников за неумение работать. Со слов Акима области, необходимо ввести правильную пропаганду приватизации. «Обеспечить выставление организаций, подлежащих приватизации, в 2016 году на торги в сроки не позже 1 июня. А то у нас бывает, затягивают. Формально вроде объявил, потом один конкурс вроде формально провёл и отстаньте от меня, я свой номер отработал. Эффективность не так будет измеряться, а кто сколько продал и сколько в казну денег внёс». Аким области поручил чиновникам продолжать работу по легализации и приватизации имущества. А имам Ринаулжас Габасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. В Карагандинском регионе кадровые перестановки. Назначен новый Аким Асакаровского района, руководители Управления архитектурно-строительного контроля и земельных отношений. Акимом Асакаровского района стал Кайрат Шайжанов, 35-летний чиновник, ранее занимал должности заместителя Акима города Сатпаев, советника и помощника Акима города Жизказган. Также он ранее был генеральным директором Казахстанского научно-технического центра жилищно-коммунального хозяйства при Министерстве экономики. Главным государственным строительным инспектором стал Телехтес Досаев. Работает на государственной службе с 2000 года. Работал Акимом района имени Казбекби, заместителем Акима городов Шахтинск и Приозерск. Последней должность заместитель руководителя Управления архитектурно-строительного контроля. Начальником управления земельных отношений назначили Аяна Шалмаганбетова. Чиновник прошел конкурсный отбор. Трудовую деятельность начал в 1989 году рабочим строительного участка. Затем несколько лет работал в железнодорожной компании. Прошел путь от ведущего специалиста до начальника управления. Имеет опыт работы в коммерческих структурах. На госслужбе работает с 2012 года. Новых руководителей представил глава региона Нурмухамбет Абдебеков. Поздравляя коллег с этим назначением, хочу пожелать им плодотворной работы на благо всех жителей Карагандинской области и удачи во всех делах. Продолжаем выпуск. Депутаты городского маслехата помимо своих обязанностей всегда участвуют в благотворительных акциях, стремятся помогать пенсионерам, многодетным семьям, людям, оказавшихся в тяжелых жизненных ситуациях. На 52-й внеочередной сессии Карагандинского городского маслехата стало известно о письме, поступившем на имя депутатов. О чем говорилось в послании от избирателей, знает Сергей Высокусов. Напомним, на 52-й внеочередной сессии гор маслехаты обсуждали внесение изменений в бюджет шахтерской столицы, а также утвердили обновленные составы местных избирательных комиссий по выборам депутатов Карагандинского городского маслехата. В окончании пленарного заседания председатель сессии озвучила письмо, которое поступило в маслехат накануне. Директор детского дома Батагос, в котором воспитывается более 100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 4 лет, благодарит генерального директора КГБ Горсвет Тулебека Абдирова за оказанную благотворительную помощь в освещении территории детского дома. От имени депутатского корпуса и всех присутствующих выражаем вам, Гадривик Сарашевич, благодарность за оказанную благотворительную помощь детскому дому. Помогать карагандинцам в будни и в праздники. В честь дня первого президента республики Казахстан депутат городского маслехата Бебет Туцжанов со своими коллегами из компании «Интерстройсервис ИК» сделал подарки 10 ребятам, которые учатся в 101-м лицее и в 23-й школе Караганды. Школьники живут в многодетных семьях, либо в неполных семьях. И предпраздничные презенты в виде спортивных костюмов и удобных рюкзачков были очень кстати. Сотрудники городского отдела занятости и социальной защиты подсказали в выборе получателей подарков и помогли узнать размеры ребят, чтобы костюмы пришлись в пору. Сергей Высокозов, Ужас Габасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. В Асакаровском районе презентовали новую книгу «Топонимика» Асакаровского района. Книга включила в себя географическую карту региона и описание исторических мест и названий. Аналогичная рукопись была выпущена 14 лет назад. В ней были собраны материалы по описанию особенностей девяти районов Карагандинской области. Презентация книги состоялась на выездном областном семинаре «История народа. История страны». На заседании обсудили вопросы восстановления исторических названий местности, улиц и городов. Со слов организаторов, некоторые названия населенных пунктов Асакаровского района слишком устарели или не имеют смысла. Новая рукопись поможет руководству региона в переименовании в национальном стиле. Я надеюсь, что эта книга будет основанием для проведения работы по переименованию населенных пунктов, присвоению объектам различных наименований. Автор книги – кандидат исторических наук Маулен Жакин. Монография состоит из пяти частей. В ней подробно описаны значения названий исторических мест, рек и озер, а также птиц и животных. Колоссальный труд автора признают его коллеги и участники семинара. В книге собраны более ста паспортов, которые были забыты. В будущем они пригодятся для переименования улиц и населенных пунктов. Асакаровский район очень сложный по географическому расположению. Мы работаем над тем, чтобы дать этому району новое название. Проблемы аномастики, ошибки в рекламных текстах и пути их решения. Эти и ряд других вопросов также стали поводом оживленной дискуссии среди собравшихся. Нам нужно проводить больше разъяснительных работ в тех регионах, где в основном русскоязычное население. Люди должны понимать необходимость переименований и работать над ошибками в текстах. Организаторы и участники встречи пришли к единому мнению о необходимости дальнейшего продолжения активной пропаганды государственного языка. Работы очень много, а значит в Карагандинском регионе появится еще не одна книга. Аймамрина Исламбе Госпан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Сегодня утром на Актазском переезде столкнулись два пассажирских автобуса. Один из них вместе с пассажирами вылетел в Кювет и перевернулся. В результате ДТП один из пассажиров получил травмы. Пострадавшей была оказана медицинская помощь. По предварительной версии водитель рейсового пассажирского автобуса номер 121, не справившись с рулевым управлением из-за сильного гололеда, совершил столкновение с рейсовым пассажирским автобусом того же маршрута, который ехал в попутном направлении. В результате ДТП происшествия автобус, в котором в момент столкновения находились 25 пассажиров, опрокинулся. ДТП произошло на трассе Карагандажис-Казган, недалеко от поселка Актаз. По факту ДТП с участием двух рейсовых пассажирских автобусов проводится досудебное расследование, назначен ряд необходимых экспертиз. На момент ДТП в обоих автобусах находилось 47 пассажиров. Сотрудниками криминальной полиции УВД города Караганды совместно с суперуполномоченными центрального отдела полиции задержаны двое парней, которые полгода назад совершили разбойные нападения и находились в розыске. Наш корреспондент продолжит. С июня месяца сотрудники криминальной полиции разыскивали двоих неизвестных, которые, ворвавшись в масках на территорию одного из частных организаций Караганды, нанесли телесные повреждения двум сотрудникам и забрали 700 тысяч тенге. Оперативно-розыскных мероприятий были установлены, задержаны 22-летний и 26-летний житель города. Подозреваемые дали признательные показания, вещественные доказательства изъяты. Задержанные в данное время находятся в изоляторе временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 192 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены и задержаны двое жителей города. Подозреваемые дали признательные показания, вещественные доказательства изъяты. Задержанные во дворе изолятор временного содержания проводятся досудебные расследования по статье 192 часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть разбой. современных казахов в Бет-Пактале и Средней Азии. Новое развитие кинематографии современного Казахстана началось с 2000 года. В год мы выпускаем до 10 художественных, более 20 документальных и 10 анимационных фильмов. Раньше таких высот в индустрии кино нашей страны не было. И надо отметить, что с каждым годом наше кино развивается. Помимо этого в кинотеатре прошли примеры художественного фильма «Кунанбай». В фильме не просто рассказано биографии легендарного исторического персонажа. Идет переосмысление роли героя в истории с позиции 21 века. По словам критиков, этот фильм раскроет все грани характера отца великого Абая. Режиссер фильма Досханжул Жаксынов сам сыграл роль главного героя. Все фильмы казахстанские, которые выходили в прокат, мы проводили здесь, к премьеру этих фильмов, с приглашением творческой группы режиссеров, сценаристов, актеров. И зритель всегда ждет вот эти замечательные фильмы. Я хочу отметить, что «Кадахфильм» в последние годы очень активно создает шедевры, именно шедевры фильмов, которые сегодня получают очень высокую оценку. И сама студия, акционерная «Очень сказахфильм», и некоторые отдельные режиссеры, сценаристы. И хочется сказать, что вот такое начало, оно должно иметь хорошее продолжение. Кроме того, премьерный ряд продолжил фильм «Дорога домой». Трагикомичная история об отношениях представителей разных поколений и менталитетов расставляет приоритеты в жизни простых людей. Документальный фильм «Дишты Кепчак. Тайные знаки» посвящен истории техных взаимоотношений кепчаков и армян. Со слов организаторов, зрители шахтерской столицы всегда неравнодушны к национальному кинематографу. И тому пример – сегодняшние примеры, которые карагандинцы ждали с нетерпением. Ведь наш зритель всегда занимает активную гражданскую позицию, предъявляет высокие художественные требования, выражает неподдельный интерес. Гульза Ацахова, Лжаскопасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Радость несём. Именно по таким девизам студенты Карагандинского государственного университета имени Евнея Букетова организовали концертную программу для детей с особыми потребностями. Праздничное мероприятие совпало с особым праздничным днём. Сегодня в областном реабилитационном центре УМЭД был необычный день. После ряда ежедневных медицинских процедур для детей с проблемами в развитии была организована красочная концертная программа. Регламент мероприятия был ограничен. Несмотря на это, детки успели вдоволь повеселиться. «Такие вот такого рода мероприятия – это классическая программа наша. Мы проводим их постоянно. Мероприятие предназначено для детей с особыми потребностями. На сегодняшний день, не сказать, что актуально, но эти мероприятия у нас, я ещё раз повторяю, системные, классические. Мы работаем постоянно в этом направлении. Поскольку, с одной стороны, это и специфика нашей кафедры, мы занимаемся подготовкой социальных работников, социальных педагогов, то есть специалистов, которые непосредственно работают и в этой области, и в этом направлении тоже». Ежегодно центр принимает на реабилитацию свыше 170 детей до 18 лет с различными нарушениями. К примеру, умственная отсталость, задержка психического развития, нарушение слуха, зрения и опорно-двигательства системы. С помощью специалистов и рядом индивидуальных программ ежедневно сотрудники центра «Умыт» вносят свой значимый вклад в развитие детей с особыми потребностями. Помогают осуществить мечты ребят. «Здесь стараются, педагоги, проводить мероприятия как можно чаще для наших детей, потому что нашим детям это нравится». На протяжении всего вечера детки активно принимали участие в концертной программе, хлопая, пританцовывая и радуясь всему происходящему. Самодеятельные артисты не давали ребятам скучать. Играя, танцуя, исполняя звонкие песни, они не отличались от окружающих. С каждой минутой родители приходили в восторг, наблюдая, как дети резвятся, позабыв все невзгоды. В конце встречи концерта студентов наградили благодарственными письмами. Молодежь Карагандинского региона за здоровый образ жизни. В преддверии Дня независимости свое почтение памяти тех, кто боролся за свободу казахстанцев, подростки выразили в спорте. Соревнования по волейболу, настольному теннису, мини-футболу объединили студентов в общем желании посвятить свои победы памяти героев независимого Казахстана. Кайрату Роскулбекову, Ерболу Спатаеву, Ляза Тасановой и Сабире Мухаммеджановой. Песня о независимости Казахстана в исполнении педагога Абайского многопрофильного колледжа покорила сердца участников областного соревнования. Молодежь подпевала и аплодировала. На их лицах читалась гордость за свою родину. Студентка первого курса Александра Набока занимается настольным теннисом всего один год. Будущий ветеринар считает, спорт и здоровый образ жизни поможет ей добиться успехов и внести свой вклад в развитие страны. Мне нравятся такие соревнования, когда все собираются. Есть сплоченность, есть единство. Когда колледжи собираются, это очень хорошо. Но тут в первую очередь дружность, когда коллективы, они несмотря ни на что собираются, играют. Есть единство. Все несмотря ни на что участвуют. И атмосфера хорошая, запоминается. Игры длились целый день. В них приняли участие более 200 студентов из разных колледжей области. Организаторы отмечают, такие спартакиады помогают молодежи подружиться и воспитывают в них патриотические чувства. Наш президент уделяет большое внимание спорту, также массовым видам спорта для поднятия детей. Соревнования проводятся для участия детей в массовых видах спорта, для развития здорового образа жизни, для здоровой нации. В Авайском многопрофильном колледже состоялось соревнование ко дню независимости Республики Казахстан. Соревнование прошло на высшем уровне. Хочу поблагодарить администрацию колледжа и организаторов этого соревнования. Желаю всем счастья, успеха. Результаты соревнований подвели вечером. Для победителей были подготовлены кубки, медали и благодарственные письма. Аймам Ренажа Сулама Кулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. И еще об одном. По данным РГП Казгидромед, 8 и 9 декабря на территории Карагандинской области ожидаются осадки, преимущественно снег, метель. Местами гололед, преимущественно на западе и юге области. Усиление западного ветра 15-20 метров в секунду. На севере порывы 25 метров в секунду. Населению рекомендуется быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий, не оставлять без присмотра детей, одеваться соответственно изменениям погоды, по возможности воздерживаться от поездок и походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова